В начале недели с рабочим визитом Ярселя посетил председатель Тюменской областной думы Сергей Карипанов. Спикер Тюменского парламента рассказал о социально-экономическом состоянии и об основных направлениях программы сотрудничества между Тюменской областью и Ямало-Ненецким автономным округом. Также на встрече с депутатами районной думы, руководителями бюджетных организаций, лидерами общественных объединений провел отчет о деятельности Тюменской областной думы за первое полугодие 2018 года. Подробности далее. Каждый раз приезжая на ямальскую землю Сергей Карипанов не устает удивляться тем изменениям, которые происходят за время его отсутствия. На Ямале председатель Тюменской областной думы частый гость. Посещать ямальский район удается не так часто, как хотелось бы. Сразу по прилету гостю продемонстрировали новый детский сад, куда в этом году планируют принять всех детей 2015-2016 годов рождения. Этот проект на 240 детей рассчитан, 12 групповых ячейек, площадь здания 5400 квадратных метров, вместе с территорией почти 13 тысяч квадратных метров. Каждая групповая ячейка рассчитана на 20 детей. Просторный актовый зал, игровые комнаты, спортивные и тренажерные залы. Кабинеты для творческого развития дошколят поражают делегации из Тюмени своей роскошью, красотой и удобством. Дети будут гулять. Двигательная деятельность, ну у нас отсутствие малое, мы можем себя реализовать в этом на севере. Поэтому у детей будет возможность, у воспитателей, конечно же, тоже, потому что мы все любим гулять, видеть на улице гораздо больше, чем сидеть в помещении. Следующим объектом посещения стала детско-юношеская школа «Лидер». Руководитель дополнительного образовательного учреждения подробно рассказал, сколько воспитанников и какими видами увлекаются. Поведал о достижениях и результатах лыжников Ямальского района юных хоккеистов, фигуристов и спортсменов, которые занимаются национальными видами спорта. Спикер Тюменского парламента посмотрел на первую тренировку юных хоккеистов, ознакомился с инвентарем ямальских спортсменов. Директор Ямальской школы-интерната Александр Алисеевич не без большой радости рассказывает председателю Тюменской областной думы, что с открытием нового детского сада у воспитанников интерната, детей-тундровиков появились дополнительные спальные места. Здесь ранее размещались дошколята. Посетили в этот день и ямальскую школу-интернат. После экскурсии под социальным объектом села в конференц-зале состоялись встречи с руководителями бюджетных организаций и лидерами общественных объединений. Если говорить об итогах работы областной думы, то нам из этого периода принято 68 законов, 435 постановлений. Поддержано и инициировано 11 проектов федеральных законов. По этому показателю по эффективности работы с законами, вносимыми в Государственную думу, мы находимся из 85 субъектов на шестом месте. Надо сказать, что мы очень много делаем по диверсификации экономики, чтобы уйти в определенной степени от зависимости от нефтегазового сектора. Это удается. У нас появились новые производства, стекольное производство, металлургическое производство, фармацевтическая промышленность, переработка. Очень хорошо развивается аграрный сектор, в том числе тепличное хозяйство и так далее. Сергей Карипанов коснулся основных направлений программы сотрудничества, действия которой руководители Югры, Тюменской области и Ямала в июле продлили до 2025 года. Программа реализуется с 2004 года. Она подразумевает совместное участие субъектов в финансировании и реализации социально значимых проектов. В частности, осуществляется ремонт дорог между городами и поселениями в Ямало-Ненецком автономном округе. Производятся социальные выплаты и льготы пенсионерам. Оказываются медицинские и санитарные услуги. Северяне получают возможность переехать в более комфортные климатические условия на юг Тюменской области. Многодетные семьи получают земельные участки. Также спикер Тюменского парламента рассказал о предстоящих выборах, в частности о выдвинутых кандидатах и о том, что важен каждый голос жителя Тюменской области. Егор Коньков, Антонина Сирасхова, Ярселе.